Стараниями этих ветвистых в летний зной пейзаж за окном порой напоминают строки небезызвестной песни о тополином пухе. Радует такая картина далеко не всех челнинцев. В нашу редакцию по телефону 59 90 90 обратились жители 27 комплекса. Говорят, что дворы буквально заметены летним снегом и сил терпеть это больше нет. В доме 2714 без малого три десятка подъездов. Само здание образует практически закрытый двор. А потому пуху летящему с растущих тут тополей деваться просто некуда. Всю жизнь буля от этих тополей. Короче, надо их как-то или срезать, или убрать. Я не знаю. И около магазина не пройдешь, по улице не пройдешь. Не выйдешь, не посидишь. Посмотрите, везде аж вот так перед носом крутится. У него тоже аллергия. Лекарства задаю. Сами тоже с платочком вот так нос держим. Когда это кончится. Тополиный пух и дома, и в подъезде везде. И дышать невозможно. В глаза попадает. Летающие тополиные семена повсюду. В квартирах, в машинах, на детских площадках. Но предложение одних жильцов избавиться от деревьев не находит понимания у сторонников свежего воздуха. Не считаю, что пух там какая-то проблема. Всегда он был. Вот. Всю жизнь. Не знаю, как там его убирать будут. Насколько я знаю, тополя дают больше кислорода. Вот. И не понимаю возмущения людей. Но у нас народ вечно чем-то недоволен. То деревья мешает, кому-то дождик мешает, кому-то гром. Он лучше крыльцовый сделали путем, чем это самое вырубать деревья. Там вон вырубили у нас. Вырубили. А посадить-то не посадили. Правильно, им 40 лет. Вот мы здесь живем 40 лет. Они выросли большие. А если вот сейчас вырубить, кто будет садить? Молодежь не будет садить. Для одних временное неудобство, а для других нормальное природное явление. А вот для аллергиков тополиный пух – настоящая катастрофа. Ведь в период цветения от него, как от снега, зимой никуда не денешься. Но это далеко не все. Многих челницев волнует пожарная безопасность. Ведь сухой пух очень легко воспламеняется. Стоит ли бояться пожара, мы спросили у специалистов районного отделения надзорной деятельности. Оказалось, что в отношении злополучного пуха пожарными ведется постоянная профилактическая работа. Через ЖЭКи управляющие компании стараются донести до людей. Главное – осторожно обращаться с огнем. Таковую угрозу представляет по пожарной безопасности. Если непосредственно его поджечь, если большое скопление, то он быстро воспламеняется. И может воспламениться данное строение или автомобиль, куда он непосредственно, где он находится. То есть, если намеренного поджога не будет, то это безопасно? Если намеренного поджога не будет, то это безопасно. Что касается варианта напрочь избавиться от тополей, процедура – это долгая. Мало просто обратиться к представителям ЖКХ. Если деревья не являются аварийными, необходимо собрать подписи жильцов «за» и «против». Когда за большинство, то коммунальщики совместно с районным или даже городским исполкомом и специализированной организацией горзеленхозом примут решение, допустима ли вырубка в конкретном месте. Евгения Исаева, Эльдар Мустафин, Дмитрий Кравченко, РЕН-ТВ, Набережные Челны. Редактор субтитров А.Семкин